В взрослой поликлинике Видновской районы клинической больницы работает школа остеопороза. Это хроническое заболевание костей скелета приобрело поистине глобальные масштабы. По данным Всемирной организации здравоохранения, недуг на четвертом месте по распространению и смертности. По статистике 34% женщин имеют остеопороз и 27% мужчин. Поэтому, конечно, таких пациентов к нам приходят и на базе Видновской больницы. В взрослой поликлинике мы таких пациентов выявляем. Назначаем своевременное лечение, тем самым продлевая срок жизни. Потому что известно, что пациенты после больших переломов, это перелом бедренной кости. Примерно в течение первого года после перелома половина из них, к сожалению, погибает. В группе риска не только старшие поколения, но и молодые люди, что ведут малоподвижный образ жизни и длительно принимают гормональные препараты. Это пациенты с бронхиальной астмой и ремотоидными заболеваниями. Остеопороз в их случае проявляется только когда случается перелом. Реальный шанс избежать больших проблем в будущем – профилактика. Мы назначаем всем препараты кальция, препараты группы витамины D. Обязательно обогащаем рацион молочными продуктами. Рекомендую физические нагрузки. Это может быть скандинавская ходьба, плавание. Любая нагрузка, которая приносит вам удовольствие. Типичными местами переломов при остеопорозе являются позвонки, бедро, предплечье. Эффективный метод скринга – ультразвуковая денситометрия. Умный аппарат начинает издавать звуки при любом неправильном снятии показаний. Людмиле Левтеевой недавно исполнилось 80. Диагноз остеопороз поставили 6 лет назад после тревожных симптомов. Бывший медицинский работник заметил резкое ухудшение веса и роста, а также боли в позвоночнике. Сейчас пациентка на лекарственных каникулах. Обязательно нужно принимать витамин Д, Д3, обязательно в каплях. И препараты кальция, кальциемин адванс я принимаю. Обезопасить себя от проблем в будущем довольно просто. Достаточно каждый день включать в свой рацион необходимое количество кисломолочных продуктов для восполнения недостатка кальция в организме. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова